Жизнь коротка. Начала ходить к психологам. Что теперь? Самая спрашиваемая вещь. Просто что-то чем-то. Что это? Действуй! Все грустно. Че молчал-то? Зачурка. Привет, красотка! И сегодня видео из уже нашей постоянной рубрики «Фавориты». И мне, кстати, нравится, что у нас пока что крепенько так держится эта рубрика. Категории абсолютно разные. И книги, и косметика, и новые увлечения, и одежда. В общем, все, что откликнулось в моей душе за прошлые три месяца. Часть из них и еще миллионы других товаров можно найти на Яндекс.Маркет. Это такой маркетплейс, предупреждаю, на котором можно зависнуть нормально-таки на несколько часов. Но обязательно найти то, что вам нужно. Кроме того, прямо сейчас у этого магазина действует отличное предложение от кэшбэк-сервиса Lady Shops, которое поможет отлично сэкономить. С 11 по 13 августа в Яндекс.Маркете будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный аж в 5 раз. Обычно Lady Shops возвращает до 3% с хвостиком, а прямо сейчас аж до 16,5%. Переведем на наши средства. Если раньше вы могли себе вернуть до 150 рублей, то сейчас можете вернуть аж до 750 рублей. Получить повышение очень легко. Нужно зарегистрироваться в Lady Shops или скачать приложение, активировать горячий кэшбэк и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, и вы можете вывести средства на карту или мобильный счет. Поэтому заглядывайте в описание, регистрируйтесь в Lady Shops по ссылке или скачивайте приложение и экономьте свои средства. Моя вода уже со мной, надеюсь, ваша тоже, и мы можем начинать. Мне хочется начать с чего-то яркого, потому что этим летом... Нет, я, в принципе, всегда любила цветные подводки, но этим летом как-то особенно много выбора стало, знаете. Сейчас, в принципе, мы уходим потихонечку, мне кажется, от нюдового нюда. Поэтому мой первый фаворит это вот такие цветные подводки, они от разных брендов. Вот эти розовые и желтые, они от бренда Red, то ли Rad, я не знаю, как это правильно считается, потому что однажды я сказала Red в инстаграме, меня исправили. Но консультант в магазине тоже говорила Red, поэтому я уже не уверена. В общем, обалденные подводки, качество отличное, держатся долго, они очень стойкие, они матовые и есть в разных цветах. Знаете, чем мне сильно нравятся подводки цветные, в отличие, например, от черной, тем, что ты не обязательно вообще ровно должен ее нарисовать. Мы привыкли, что у черной подводки ты прям рисуешь начало, обводочку и прям вот стрелка должна быть такой ровненькой. С этими подводками я часто делала так, что у меня просто было там 30 секунд времени, я вот так вот проводила и даже не вырисовывала кончик, просто создавала такой блик цветной. Очень круто. Главное, как мне кажется, закрепить хорошей тушью. Кстати, тушь у меня тоже есть в любимчиках. Но пока что закончим с подводками. Фиолетовая у меня от бренда, чуть ли не сказала, Zina. Это Mina, девочки. Многие думают, что это бренд Zina, но нет. Просто дизайнер очень интересно расположил буквы. Мне безумно понравился такой нежный фиолетовый. Он даже еще нежнее, на самом деле, чем камера сейчас показывает. И вот ближе к туши я на самом деле зашла просто в L'Etoile, спросила, есть ли у вас Vivienne Sabo, потому что я обожаю Cabaret Premier, любимаяшая моя туша. Конкретно в их филиале не было представлено Vivienne Sabo, поэтому они порекомендовали что-то очень похожее от самого, кстати, L'Etoile. Щеточка у нее больше, но на самом деле эффект действительно приближенный к той моей самой любимой заветной туши. Очень хорошо разделяет, удлиняет, произведено в Италии. И это еще не все из категории косметик. Кстати, у меня категория бьюти только такая декоративная в этот раз, из уходовой. У меня все по-старому, поэтому ничего нового. Также от бренда Mina я приобрела вот такую помаду нюдовую, что это? Как карандаш, так и помада в оттенке 503. Вот это прям мой любимый нюд. Ни оттенком светлее, ни оттенком темнее, именно вот это сочетание. Быстро она у меня, конечно, уйдет. И что мне нравится у этого карандаша, с обратной стороны кисточка, и это еще не все. Здесь же находится точилочка. Вот эта удобная точилка, которая подходит именно под этот карандаш. Давайте к самому приятному сразу же перейдем. Это еда. Наверное, нечестно говорить, что это любовь только этого лета, потому что я для себя батончик Боб открыла где-то полгода назад, но прям налегла на них, мне кажется, я именно этим летом. Это гречишный батончик. С Бобом я вас уже, по-моему, знакомила. Обожаю их пасты, арахисовые, там всякие карамельные. Гречишные тоже очень вкусные. Мне этот батончик безумно напоминает конфеты, которые все время ела у бабушки с дедушкой. Здесь, конечно, тоже есть сахар. Он просто кокосовый, но как бы мы знаем, что сахар есть сахар. На первом месте здесь орех кешью. Можно, пожалуйста, перекусить? Минутка удовольствия. Следующая моя находка. Это мягкие колечки из яблок. Такие, кстати, еще есть с корицей, тоже очень вкусные. Началось все с того, что в Армении мы впервые попробовали вот эти вкусные сушеные яблоки, но они были очень мягкие и упругие. Они больше даже напоминали зефир, нежели яблочные чипсы, как, знаете, часто продают. И я нашла на Фо Фреш вот такие вот мягонькие яблочки. По сути, здесь в составе яблоко. Прикольно написано. Короче, состав длиннее жизни. Цитата великих. Из того, что мы ели дома практически каждый день, это кабачки. Притом, кабачки приготовлены самым непростецким образом. Берем кабачок. Можно даже не чистить шкурку, если это такой, знаете, молодой цукини. Просто режете колесиками. Выкладываете на сковородочку с небольшим количеством маслечка. Посыпаете небольшим количеством соли. Когда они подрумянились, переворачиваете на другую сторону. Вуаля! Можно есть как семечки, просто бесконечно. Особенно, когда вот сейчас кабачки пошли. Это конец июля. И весь август. И весь сентябрь, я чувствую, мы будем есть кабачки каждый день. И вот эта вещь, конечно, сложно ее отнести к продуктам питания. Потому что это не продукт питания. Но под эту категорию эта вещь подходила лучше всего. Это восковая салфетка в рулоне. Это экологичная альтернатива пакетикам и пищевой пленке. Представьте, вы порезали хлеб. У вас осталось там три кусочка. Вам куда-то нужно их завернуть. Или половинку авокадо нужно куда-то завернуть. Кусок сыра. Да вообще, что угодно можно завернуть в такую восковую салфетку. Она под температурой рук, видите как, изгибается и принимает нужную вам форму. Она очень приятно пахнет воском пчелиным. Потому что она сделана из пчелиного воска. Она в рулоне. То есть вы сами регулируете нужный вам размер. Например, я поняла, что мне слишком маленькие вот эти вот готовые салфетки, которые я покупала там в наборе. Вот такие квадратики, мне вообще нечего туда завернуть. И здесь я могу сама нарезать нужной мне длины, формы и использовать. Они многоразовые, если что. Их можно мыть просто прохладной водой после использования. Такую штучку я тоже на Фо Фреш заказывала. Присмотритесь. О красивом поговорили, о вкусном поговорили. Теперь давайте говорить о полезном. Категория книги. И у меня за все лето всего две книги, но зато какие. И первая из них это вообще первая книга в моей жизни по финансовой грамотности. И так получилось, что я попала сразу на самую лучшую книгу. По мнению сервисов для чтения книг. Ну и на самом деле по рекомендациям от многих людей. Книга под названием «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Она написана в очень необычном стиле. Потому что такие книги привычно читать в таком стиле. Типа, эй, ты можешь все. Жизнь коротка. Действуй прямо сейчас. Типа что-то такое мотивационное, знаете, заряженное. Что ты такой закрываешь книгу. Надо действовать. А здесь немножко по-другому. Вообще по-другому на самом деле. Книга построена в формате историй. Прич. Очень таких интересных, необычных слогом. И как раз через такие истории автор доносит нам самые простые и вечные, самые главные истины. Как сохранить средства и как их приумножить. Тут первая половина книги в пяти основных законах взаимодействия с деньгами. И что мне нравится, вот я уже упомянула, что это такие вечные законы. Что это не что-то, что вспыхнуло сейчас, давайте действовать. Это надулось как мыльный пузырь и через пять лет уже не работает. Нет, это что-то, что всегда будет работать сквозь года проверено. Да не сквозь года, сквозь века проверено. Эта книга не откроет Америку, но она довольно простым языком доносит, как сохранить деньги людям с абсолютно любым образованием. А у меня вот как раз таки в финансах образования вообще нет. Было бы здорово, если бы таким основам учили еще в школе. То есть не как там бисектрису посчитать или параболу высчитать. С чем ты в принципе не сталкиваешься во взрослой жизни никогда. Только если ты не стал преподавателем по математике или геометрии. А вот с деньгами сталкиваются все. И не просто с деньгами, а иногда с отсутствием денег. Короче говоря, навыки по сохранению, при умножению денег, они нужны всем и всегда, сто процентов. Вторая книга на тему энергии. И мое предыдущее видео, кстати, вдохновлено, я бы сказала, этой книгой. Книга под названием «Энергия. Новая валюта» Леонида Кролля. И, собственно, название само говорит за себя. Автор убежден, что энергия это наша новая валюта. Энергия это то, что чаще всего не хватает современным людям. Но не хватает ее чаще всего в силу того, что человек просто-напросто не умеет распоряжаться своей же энергией. Не понимает, что ему приносит, что у него отнимает энергию. Мне очень нравится, как сквозь всю книгу доносится информация, что все мы разные и всем нам нужен свой уникальный подход. Если твоему другу или даже родственнику это подходит, не факт, что тебе это подойдет. В книге автор предлагает очень интересную классификацию людей по разным энергетическим профилям. Профилям? Профилям. Это не просто, знаете, холерик, сангвиник, оптимист, пессимист или интроверт, экстраверт. Это что-то намного более глубокое. Вы можете, кстати, посмотреть у меня в актуальных сторис, актуальные под названием книги 2. Я туда выставляла описание этих профилей. Это очень интересно. Как в мелочах раскрывается подход к жизни человека. Есть люди, у которых по жизни энергии действительно очень мало. Они все время думают, что с ними что-то не так, что там с анализами что-то не так. Но нет, это просто, возможно, такой тип энергии, и ему нужно просто научиться с ним жить. Ему нужно познакомиться с самим собой, понимать, где у него самые большие энергетические дыры. И жизнь просто может перевернуться невероятно. Просто может вы много на себя там навешали. Или наоборот, люди с огромным количеством энергии. Это тоже не всегда классно, когда она выгорает. И точнее, ей даже некуда выгореть, так скажем. Кстати, здорово, что в книге есть много практических упражнений, которые можно сразу же попробовать на себе. Это не просто, знаете, теория водой. И ты такой, ага, послушал, и что теперь? Наверное, самая интересная категория сегодня будет под названием увлечения. Потому что, во-первых, я решила вспомнить молодость, вспомнить свое детство, точнее. И снова связать свою жизнь с музыкой. И меня интересовали сразу же четыре направления. Это барабаны, вокал, гитара и клавиатура. Клавишная, в смысле фортепиано. Кто не знал, я ходила 7 лет в музыкальную школу. И на предпоследнем или на последнем году обучения я не помню. Я сама забрала документы из музыкалки, просто ушла. Хотя мне там вроде как нравилось. Не знаю, что это было за период. И честно, его смутно помню. Почему я без предупреждения мамы взяла и просто вычурнула все годы обучения. Но сейчас, уже будучи в осознанном возрасте, мне захотелось вернуться в эту сферу. Мне безумно интересны барабаны, как инструмент. Не знаю, куда это приведет. Пока что я просто записалась на раз в неделю гитары, раз в неделю клавишные. Почему я называю это клавишные? Фортепиано. Раз в неделю барабаны и вокал. И потом уже по мере того, что мне будет больше нравиться, возможно, что-то вытеснется, что-то останется. Следующая интересная тема это то, что я начала ходить к психологу. Я взяла курс на 8 сеансов. То есть это больше даже обучение самопомощи, я бы так сказала. Почему-то у нас до сих пор, мне кажется, принято пугаться, когда ты говоришь, я пошел к психологу, ты говоришь, что-то не так, что случилось? Расскажи мне лучше, что молчал-то? Но я к этому отношусь немного по-другому и надеюсь, что уже потихоньку это тоже меняется в мире. Отношение, что ходить к психологу это нормально, что это как ходить к гинекологу, к зубному врачу. Только то, что у нас обычно на душе или в голове какие-то переживания, у нас принято больше как-то вот само, чтобы решилось. У нас определенных навыков также нету, так же, как и с финансовой грамотностью. Все грустно. Поэтому я взяла такой именно курс, именно оффлайн, потому что для меня онлайн вообще как-то вот, что касается психотерапии, наверное, это прям сложно. Мне хочется прям человека видеть, чувствовать, наши там всякие проработки, погружения, чтобы это все было как-то вот в контакте, в одном помещении. Мне хочется лучше понимать свои эмоции, чувства, сигналы тела и не доводить до стадии, когда уже что-то поднакопилось, так скажем, а работать на опережение. Когда я начала работать психологом, вот что значит блогер, мне сразу же пришла в голову идея, что я могла бы по истечению всего курса, по истечению всех сеансов записать видео о моих таких самых важных, главных инсайтах. То, что сделало мою жизнь проще, какие-то упражнения, которые мне понравились, пригодились, помогли мне. Пока что у меня очень сильное такое одно было вау, то, что, наверное, какую-то парадигму немножечко прям у меня изменило, сдвинуло. В общем, если действительно такой контент наберется на целое видео, то я с радостью поделюсь с вами. Но я прям вижу уже результат, на самом деле, я уже стала намного более спокойной и намного менее в ожидании чего-либо от других. То есть, конечно, я слышала эти фразы, читала там и в книгах, не очаровывайтесь и не будьте разочарованы, да, типа, поменьше ожиданий, и тогда будет все ок. Но как-то на практике у меня это, видимо, не совсем получалось. Я большего требую от себя, большего требую от других. Психолог мне очень помог уже с этим разобраться. Следующая тема, вы знаете, мне просто очень хотелось поделиться. Но это, типа, сложно назвать моим фаворитом. В общем, я уже заикнулась, что Ева начала ходить в садик на полдня. Многие спрашивали в Инстаграме, что там за программа, как там я не боюсь вообще отпускать Еву. Я записала Еву в садик Монте-Сори. О Монте-Сори я услышала еще, когда сама училась в школе. Девизом садика и школы является «помоги мне это сделать самому». Суть в том, что ты не делаешь все за ребенка, даже несмотря на то, что он еще маленький, и, казалось бы, его надо одеть, его надо обуть. Ты, наоборот, даешь максимальную возможность ребенку проявить свои способности, сделать все, что он может сам. И если у него не получается, то помочь. Очень интересно у них выглядит вообще вот садик. Все находится на уровне ребенка. Шкафчики, контейнеры с едой, все игрушки. То есть ребенок может все взять, и ему не нужно никуда там дотягиваться, просить о взрослого. Но также существуют прям строгие правила. Если ты чем-то попользовался, возвращаешь это на место, чтобы другой ребенок мог также комфортно поиграть. Нет определенного порядка, что сейчас мы все вместе лепим, сейчас мы все вместе рисуем. Полная свобода, по сути, взаимодействия, но при этом воспитатели наблюдают и сопровождают, и, если что, помогают. Такая система максимально позволяет развить свой творческий потенциал. То есть если ребенку хочется рисовать все занятие, он будет рисовать все занятие. Там очень чуткий подход к детям, очень сильный акцент на психоэмоциональном состоянии ребенка. И вот этот переход из группы, когда ты вместе с мамой занимаешься, то есть там прям должен быть переход, не просто отдали сразу же ребенка и пока. В первое время мама или там бабушка с ребенком, они ходят на занятия вместе, чтобы у малыша был свой взрослый, так скажем. И они все изучают вместе в этом пространстве. Он с ним знакомится, да, с этим пространством. И потом потихонечку происходит адаптация к саду. Это когда родитель или просто взрослый, да, с ребенком, он потихонечку все дальше и дальше от группы отходит в коридор. Все меньше участвует в процессах. И если у ребенка появляются вопросы, то родитель говорит, вот спроси, например, у условно Наташи, это воспитатель. И ребенок начинает уже коммуницировать с другим взрослым, научается решать свои вопросы не привычным образом, да, спросив у мамы, папы, бабушки, а уже там другого незнакомого, казалось бы, взрослого, спрашивать о чем-то. И вот этот переход адаптационный прям очень подробненько расписан, что там не надо торопиться, да, что наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка. Как-то дома он себя может по-другому начинает вести. Мне это очень близко. Не типа, да, иди, работай, родитель, мы успокоим, если что там. То есть у меня цель не уйти, работать, оставить где-то ребенка, а чтобы ей там было тоже в кайф, чтобы ей там было интересно, чтобы она хотела там оставаться. Собственно, так и происходит. Получается, Ева сейчас ходит на полдня, но даже я бы не сказала, что это полдня, это три часа. Еще месяцок так, наверное, она походит, и мы уже начнем, возможно, ее оставлять со сном, если она сама захочет, чтобы она там засыпала, гуляла, обедали они там, и я ее забирала уже после сна. Представляете, как Ева выросла, дочурка. Идем далее. Категория фильмов. Первое. Это комедия «Почему он?». Просто очень ржачная комедия, 18+, по-моему, если вы хотите просто расслабиться вечерочком. Очень советую. «Соник в кино». Честно признаюсь, это не фаворит лета. Но мне просто жалко, что я нигде не делилась этим фильмом. Если вы его еще не смотрели, вы обязаны его смотреть. Игра Джима Керри, точнее даже так, игра и озвучка, русская озвучка Джима Керри, это просто что-то чем-то. Вы за главного? Нет. Не верно. Главный я. Я майор Бе... Главный я. Тоже получается комедия, но она такая уже более семейная. «Ледовый драйв». Очень классный фильм про то, как нужно было перевезти очень тяжелый груз в кратчайшие сроки по морю, по-моему, в период, когда уже нельзя, типа, такие грузоперевозки осуществлять, потому что уже начинает таять лед. Это не совсем безопасно, но у них не было другого выбора, конечно же, потому что вот этот груз, который они везут, это необходимые штуки, отличная рецензия. Короче говоря, вот этот инструмент нужен был ребятам в шахте, потому что в шахте произошло несчастное событие, но вы-то поймете потом, что это не совсем несчастное событие. И шахтеры там погибали, им не хватало кислорода. Там 26 шахтеров, и у них кончается воздух. Доставим оборудование за сутки, сможем их спасти. Такая штука очень длинная, тяжелая, которую нужно было привезти, и там начинаются всякие интересные приключения по ходу дела. Единственный путь через озеро по льду, а он тает уже пять недель. По сути, это боевичок, наверное. И последний фильм, такой милый, добренький, самый добрый из всех этих четырех, потому что это как минимум мультфильм. Это мультфильм Лука, чем-то похож на мультфильм Моана по сюжету, по смыслу. Знаете, вот эта классическая история, когда в семье тебе говорят, будь таким, как все, будь таким, как мы, несуйся, так скажем. Даже не думай, приближаться к поверхности, ясно? На поверхности все самое лучшее. А мальчик решил идти навстречу новому. В итоге меняет всю жизнь своих родственников и свою, конечно же, жизнь тоже. Ты столько всего можешь сделать! Тебе просто надо попробовать. Давайте уже перейдем к следующей категории, пожалуйста. И это вообще, наверное, самая спрашиваемая вещь за последние полтора месяца. Это вот такая красота на шею. Оно вообще подходит ко всему. Единственный его минус, это бижутерия, а значит, это очень быстро темнеет. Я нашла его на зоне за 300 рублей. Я посмотрела и подумала, ну если это будет выглядеть так же, как выглядит на картинке, то это же просто будет огонь. Я настолько влюбилась, что сразу заказала три штуки вот таких вот у меня дома лежат. Даже если вы будете снимать постоянно, когда идете там в душ, защищать их от влаги, все равно при контакте с кожей они начнут темнеть. По сути, рекомендуя вам сейчас это украшение, я сама иду на то, что я больше никогда его не куплю, потому что, скорее всего, уже завтра в озоне будет написано раскуплено. И можно даже сказать под комплект к этой подвеске, к жерелью. Я нашла такие красивые сережки. Совершенно случайно, притом гуляя по моде, я искала подарочки для квеста Денису на день рождения и нашла вот такие сережки. Вот так они выглядят просто, как золотые такие полукольца, но в профиль видна их изюминка. Это тоже такие же мчужинки. И категорию одежды я решила вам показать в таком стиле а-ля модный приговор. Потому что описывать, например, платье, как мне понравилось платье, нет смысла, проще показать. Единственное, что я вам покажу вот так вот в кадре, это прекрасная сумка, которая действительно стала универсальной для меня в этом сезоне. Но, к сожалению, Евочка решила принять участие в ее дизайне. Если у вас есть какой-то совет по тому, как можно это извлечь, я уже терла спиртом, маслом, одеколоном, мицеллярной водой. Ничего не помогает. Ну, как бы стало чуть-чуть бледнее, но тем не менее, все равно видно. Я вас приглашаю в свой инстаграм. Дайте мне знать в комментариях, нравится ли вам эта рубрика, надо ли ее оставлять прямо на постоянной основе. А мы будем с вами с улыбкой встречать осень. Не, на самом деле, я очень люблю осень. Во-первых, у меня день рождения осенью. Во-вторых, вот эта пора, когда еще не очень холодно, когда не прям ноябрь, и хочется гулять еще, знаете, с кофейком в руках. Золотая осень. Я ее очень люблю. Я вас обнимаю. Совсем скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!